Всего сельхозмикропереписи охватит больше 240 тысяч объектов в регионе. По сути, в нашем регионе это будет почти полноценная сельхозперепись. Ее проведут в 95% сельских населенных пунктов. Главная цель микропереписи – выявить тенденции в развитии сельского хозяйства. Для этого переписчики уточнят площадь земельных участков, информацию о видах посевных культур и поголовье скота. Ну и один из наиболее интересных и важных вопросов – это получение кредитных средств и субсидий и вообще те виды помощи, которые получают сельхозпроизводители. И каким образом все это реализуется. Будут задаваться конкретные вопросы. Какая была помощь оказана, на что эта помощь была расходована и какие результаты получены. Проведут перепись на новом технологическом уровне. Сельхозагроганизации, КФХ и индивидуальные предприниматели переписной лист будут заполнять самостоятельно через централизованную систему сбора Росстата. А вот в личные пособные хозяйства придут переписчики. Всего в регионе их будет 507. У каждого будет специальная зеленая форма и удостоверение. Главная цель переписи – увидеть, какие тенденции наметились в сельском хозяйстве за 5 лет. Это делается не просто для получения сухих цифр, аналитики. Это делается для того, чтобы государство, для того, чтобы мы как госслужащие могли понимать тренды, которые сейчас идут. Могли точечно оказывать меры государственной поддержки и принимать решения на основе конкретных данных. При этом отказаться от переписи фермеры не могут. За неучастие им грозит штраф до 20 тысяч рублей. А если владельцев личных пособных хозяйств или садовых участков на момент визита переписчиков на месте не окажутся, к ним придут повторно или воспользуются данными, полученными от соседей. Фермеры отмечают, для них эта микроперепись очень важна. Для нас очень важно знать о тех животных, которые находятся и выращиваются в ближайших деревнях. Потому что, если, не дай бог, возникают какие-то либо очаги заболеваний, мы должны принять меры по ограничению и недопущению в наше хозяйство. Продлится сельхозмикроперепись всего месяц, до 30 августа. А предварительные итоги подведут уже к концу этого года. При этом персональные данные респондентов о названии населенных пунктов, итоговые данные содержать не будут. Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».